Обещанного ждать не 7 лет и даже не 3 года. Этнические казахи, ныне прибывающие на историческую родину, смогут получить статус уралмана и гражданство Казахстана гораздо быстрее, чем прежде. Первое, что мы сделали, единые условия для въезда всех этнических казах. Куда бы он ни прибыл, подобровольно. Куда бы он ни прибыл, ему представляется статус уралман. Дается ему год. В течение года он должен определиться, станет он гражданином Казахстана, не хочет ли он стать. Это, несомненно, хорошие новости для семьи алмадинских уралманов Оразбаев. В 2006-м они приехали по квоте в Талдыкурган, но не нашли работы и вынужденно переехали в Алматы. Здесь обустраиваться пришлось без поддержки государства. А вот их земляки теперь смогут выбрать регион расселения самостоятельно. И то, что они способны содержать семью, в этом случае доказывать не придется. Когда мы приехали, было очень сложно, особенно с получением гражданства. Без этого ни на работу, никуда не устроиться. Хорошо, что такой закон приняли тем, кто теперь будет приезжать, будет намного проще. Государственную поддержку гарантируют и коренным казахстанцам, которые захотят осваивать регионы с дефицитом трудовых ресурсов в рамках дорожной карты. Им предоставят тот же социальный пакет, что и уралманам. А именно компенсацию за проезд и провоз багажа и расходы на первичную адаптацию. А также жилье от работодателя или местного исполнительного органа. Точно так же нашим уралманам, которые получили статус или прибыли сразу туда, представляют такой же социальный пакет в таком же объеме. Но единственное, и служебное жилье сразу будет представляться, это будет арендное жилье в течение пяти лет. И через пять лет он может его приватизировать в постаточную стоимость. В каких именно областях этническим и коренным казахам предоставят возможность бороться с дефицитом трудовых ресурсов, объявят в сентябре, с началом реализации второго этапа программы форсированного индустриально-инновационного развития страны. Правительство уже работает над составлением региональной карты миграции.